Сегодня в Черкесск прибыл поезд «Сила в правде», который 23 февраля отправился из Москвы по российским регионам. В состав патриотического эшелона входит экспозиция вооружений, которое используют участники специальной военной операции, а также трофейного оружия, собранного за последние месяцы на полях сражений. Экспонаты изучал корреспондент Артур Мхце. Этот боевой дрон украинских военных «Баба-Яга» российские бойцы обезвредили в зоне спецоперации всего пару недель назад. И теперь он входит в состав трофейной части экспозиции патриотического эшелона, который в День защитника Отечества отправился из Москвы по 75 городам страны. Многие из экспонатов поезда Минобороны «Сила в правде» были предоставлены Центральным музеем вооруженных сил России. Сегодня мы прибыли в Черкесск с важной миссией, которая проводится по инициативе министра обороны Российской Федерации Сергея Кужугетовича Шойгу. Почему мы это сделали? Потому что любая война, в данном случае специальная военная операция, она всегда сопровождается информационным противодействием. Усилились каналы противостояния, ориентированные на разобщение нашего российского общества. Извращение целей, задач спецоперации нашей военной. Поэтому выбрана форма поезда. По словам прибывших экспертов, жители Карачао-Черкесии получили возможность увидеть достижения российского оружия, а также собранные на полях сражений в новых регионах страны трофейные экспонаты, применявшиеся украинскими военными. Здесь в данной части экспозиции представлены разношерстные образцы стрелкового вооружения, которые были затрофеены и взяты там, где прошлась доблестно 2-я Таманская дивизия. Мы можем наблюдать здесь как классические варианты исполнения М-16, её дальнейшие модификации, образцы, которые по образу и подобию были произведены на территории Украины по техническому заданию и по лицензии США. Также представлены винтовки для гражданского оборота производства США. Перед началом экскурсии по передвижному музею на площади вокзала состоялась торжественная встреча пассажиров эшелона. Участники мероприятия говорили о важности сохранения исторической памяти, информировании людей о целях специальной военной операции. После чего воспитанники кадетских и казачьих классов, образовательных учреждений и патриотических коллективов республики посетили экспозиционные вагоны, посвященные видам и родам Вооружённых сил России, истории Великой Отечественной войны, а также теме обеспечения правопорядка и безопасности граждан в новых регионах страны. Артур Мухци, Олег Малхожев, Вести, Карачао, Черкесия.